Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, с праздником, братья и сестры! Сегодня двойной праздник, потому что не только Благовещение мы празднуем, но и окончание поста. Да, поститься продолжаем, а пост закончился, потому что граница поста, как подготовки к Пасхе, Крестной, Пасхе и Воскресенье, она проходит как раз в этот день. И сегодня даже пелось стихира о том, что пост закончился, о том, что мы уже выпастились как следует. И поэтому двойной праздник, праздник Царицы Небесной, Божьей Матери, и вы видите, и икона цветами украшена, и песнопения торжественные. И несмотря на хмурый день, все-таки мы в церкви, и мы радуемся Царице Небесной. Я помню, как в эту церковь я пришел школьником и первый раз оказался на вечерней службе. И прозвучало песнопение, которое так меня поразило красотой своей, что я никак не мог понять, что же тут такого необычного. Напев простой слова, понятные, а почему так красиво, понять не могу. Пели на вечерней службе честнейшую Херувим. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослова Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Так просто, так понятно, а почему-то действует так на сердце, трогает. И у меня не было тогда ни часослова, ни молитвослова, я все искал, где же найти слова. И стал ходить на вечернюю службу, чтобы слова эти как-то записать, запомнить. И так вот, понимаете, втянулся, что меня потом взяли и на клирос, а потом и попал в батюшки. Вот как бывает. И благодаря одному песнопению. Потому что, друзья мои, можно говорить, конечно, о богословии Благовещения, разбирать евангельский текст. Но кто мы такие, чтобы богословствовать? Не всем это дано, но нам дано Царице Небесной петь. Поэтому нужно стараться в Церкви петь во время службы. Если знаете песнопение Божьей Матери какой-то, обязательно пойте. Обязательно участвуйте молитвой. Любой повод используйте, чтобы прославить Царицу Небесную. Песнопения в честь нею настолько трогательные, настолько они в то же самое время кроткие и целомудренные, что мы даже для величания в этот праздник берем приветствие Архангела Гавриила. И самое знаменитое богородичное песнопение, которое вы все знаете, это просто пересказ приветствия Архангела Гавриила. И давайте мы вместо слов, чтобы заглушить вот этого Архангела, все вместе споем Царице Небесной это приветствие. Богородица, Дева, радуйся. Богородица, Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах и благословен плод чрева Твоего. Честнейшую Керувин и славничую Бессравнение Серафим. Безыстенья Бога, Слово Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Вот так в церкви надо петь всегда, чтобы церковная служба была единым дыханием нашим, чтобы мы вместе с вами кожей, дыханием в церкви присутствовали, а не только умом и эмоциями. Это очень важно, потому что если на службе побыл и не попел, это считай, что на службе и не был. Поэтому церковную службу надо знать, стараться песнопение учить. И есть возможность, если собрались, например, вместе христиане, где-то даже и не в церкви, даже дома, прославить Царицу Небесную или святых. Запели и хорошо, потому что апостол Лаков говорит, если кто благодушенствует, да поет. А христианина всегда можно узнать по благодушию, по доброму расположению сердца, по радости в лице. Поэтому давайте чаще собираться, чтобы вместе пошуметь в честь Царицы Небесной. Я хорошо помню, как раньше здесь, в Никольской церкви, когда старые прихожане, которые уже все, все к Господу пошли, собирались перед службой за час, за два, садились здесь напротив церкви, на скамеечке, доставали тетрадочки свои какие-то и пели псальмы или пели молитвы. Потому что как еще нам прославить Царицу Небесную? Богословствовать? Ну кто мы такие? Разговаривать про Бога? Ну и слов таких даже не знаем. А просто мы рады. Рады, что мы в Церкви. Рады, что Царица Небесная с нами. Как еще эту радость выразить, как непеньем? Поэтому вместе собираться, шуметь в честь Царицы Небесной. Не сдерживать сердце свое, не удерживать от восторга молитвы. Вот это и есть наше праздничное приношение. Аминь. Спасибо.